Русский язык как иностранный. Студенты филологического факультета ВятГГУ съездили на педагогическую практику в Латвию, в город Смилтон. Как встретили молодых педагогов при Балтике и почему новое поколение латышей выбирает русский язык? Подробности в репортаже Ивана Швецова. Русский язык В прошлом году по программе обменов с Милтон на две недели приезжали школьники из Вятской гуманитарной гимназии, а латвийские школьники в то время учились в Кирове. Именно тогда впервые родилась идея расширить сотрудничество и организовать педпрактику кировских филологов в Прибалтике. Проект разрабатывался несколько месяцев, была подана заявка в фонд «Русский мир», мы получили подтверждение и уже смогли предметно разговаривать с руководством ВУЗа и с гимназией города Смилтона о реализации этого проекта. Россияне, наслышанные о маршах ветеранов в АФНСС по Риге и о притеснении русскоговорящего населения, были немного взволнованы перед поездкой, но оказалось, что опасения совершенно напрасны. Нас никто не притеснял, мы даже очень удивились, какие люди там гостеприимные. Сначала, может быть, и кажутся очень замкнутыми, закрытыми, но на самом деле они открытые, дружелюбные. О стране впечатление. Мы немного куда выезжали, однако вот эти вот поездки в Ригу и все, что по пути мы встречали, видели, это довольно, хоть может быть и маленькая на карте, но очень широкая, красивая страна. Даже когда приходишь, если в магазин, и начинаешь по-русски говорить, то люди, которые даже на латышском, они говорят, а на русском плохо, они стараются выясняться на русском. Там нет такого, что нет, я не буду с вами говорить, что ни за что, я не знаю русский и не хочу с вами говорить. А если еще скажешь, что ты из России приехал, то вообще сразу меняются отношения и сразу относятся к иностранцам, то есть тем же, как, допустим, если бы немцы приехали или там приехали из Великобритании. Русский, как иностранные, перспективная специальность для филологов. Наш язык активно изучают китайцы и корейцы, латыши и эстонцы, грузины и армяне, практически все соседи, которые заинтересованы в дружбе и долгосрочном сотрудничестве с Российской Федерацией. Для наших студентов это достаточно уникальный опыт, потому что Латвия сейчас достаточно активна и заинтересована в развитии отношений с Россией. И та проблема, которая возникла после распада Советского Союза, связанная с изучением русского языка, сейчас они опять к ней вернулись, потому что молодые люди, которые не владеют русским языком, а владеют, к примеру, только латышским или английским, они просто-напросто оказываются невостребованными. Добавим, что Центр международного сотрудничества реализует свой проект по подготовке педагогов русского языка, как иностранного, при поддержке фонда «Русский мир». Практика по методике преподавания русского, как иностранного в Латвии для студентов Кировского филфака будет продолжена. В феврале 2013 года в Смелтонскую гимназию отправится еще одна группа студентов ВИАД ГГУ. Иван Швецов, Максим Козлов, Вести, Кировская область.